всем привет сегодня такой поздний будет влог и поздний будет мукбанг потому что время 4 наверно часа только вышел на улицу пошли по делам нужно купить плюс и игрушку заехать в метро там в акции нутелла мы различные другие дела сейчас иду и говорю проходит на встречу два мужика полу пьяные классика жанра соска пива идет идет сухарики и открытые ширинки хочу купить тоже плюски игрушку с этим мятой с кошачьей кстати когда-то я покупал косачьи мяты и отдельно она что-то как-то на нее никак не реагировала когда правда она маленькая была наверное до года или около года было она так на меня как на дурака посмотрела мы эту мяту так в общем и выбросили кашель напал утром и сейчас опять как какая-то это селись или недолечился надо сегодня снова начать дышать так вот так и сделаешь вроде как легче становится или опять кто-то на меня чихнул в общем что под этим видео пишите свои вопросы завтра хочу выйти в прямой эфир долго сегодня почему-то поздно вышли на улицу потому что вы решали вопрос с этим с монетизацией решали вопросы с программкой с донатами и все остальное в общем пашка конечно в этом смысле то он соображает и он все это делает потому что мне как-то я немножко все таки далек от таких программ я больше фотошоп и королы и все остальное а вот такие программы типа телефонные компьютерные для меня они настолько далеки что я вообще ничего не понимаю даже если я смотрю какие-то программы связанные с обучением в ютубе ютубе до меня все равно не доходит то есть я могу так нажмите здесь пересеки туда нажмите здесь ну каждому свое я этого не это не оспариваю он в этом силен конечно поэтому я его прошу поэтому мне сегодня все настроил пробовали делали тестовые всякие видео трансляции попробовали перевести там копеечки все вроде как-то получилось ну и вот сейчас идем зоомагазин чтобы там посмотреть вот эти вот кошачьи игрушки смятые она еще разорвала у меня мышку натуральная из натурального меха там колокольчик она ее в пух и прах разорвала поэтому надо купить новую поэтому еще раз говорю пишите под эти видео ваши вопросы какие вы хотите а я уж их там как-то это отберу пристойные от непристойных посоли чё снег прямо падает как эти на бороду некрасиво получается люди идут то ли думают что я их снимаю то ли еще что-то уже не кажется сколько влогеров нашей стране что каждый третий ходит так с телефоном что же не стесняются или боятся я не знаю в общем с вас вопросы завтрашний прямой эфир у меня там есть еще вопросы которые она собирался всех видео которыми там задавали но лучше конечно чтобы это было еще в одном месте например под этим видео не хочу вам сказать с ириной дубцовой что вопрос кто вам паша можете не сдавать я постараюсь на него и так ответить в принципе во вчерашних видео во влоге и в амубанке я уже ответил почитайте информацию ирина дубцова передает привет или такой ирина помолчит а я пока поговорю крошка он клибов засос наташа орера он клибов засос вот они кошечки кошачьи всякие штучки были в одном магазине там нету пришли в другой ой то да хорошо нужно вот банан как у самого 235 рублей xxl кошачьими отвишь или на нее отдельно капать надо подскажите на пожалуйста вот этот банан надо капать отдельно кошачьим мяту или она же внутри да и еще нам надо знаете есть такие мышки за натурального меха типа из норки или еще счета они с колокольчиком нет мы просто брали там ваших конкурентов и там есть как маленький колокольчик нет я не гремящий но она играла вот побольше на как раз мне играл вот таким она играла так что да у нас кошечка у меня обыкновенная кошечка ну пять лет уже шесть японская вот это она точно играла я почему тут то еще просто мы были там у них ну может вас тоже были то в каждой мышке она в принципе такая же небольшая и там не там просто маленький такой знаете круглый колокольчик и и это возбуждало она прям не как собачка носит да 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 вот такой колокольчик надо тут уж какой-то сливой давай про не вот это их тоже вот имя то действует на кого-то нет нет я почему увидите с одной стороны не хочется брать смятой потому что когда она мне была маленькая я брал кошачью мяту чтобы ее приручить приучить какие точки она вообще никак ну вот видите кто-то реагирует на это очень редко они не чувствуют так ну вот это наверно что не будем брать стоит мне кажется нам это большая слишком нет килограмм наверно 5 тоннер весит всяких кисок продают сюда когда захочешь хочется всех этих кисок взять дайте какую котенок вот смотрите маленький какой собачата очень какой хорошенький то не надо позвонить кто хочет из москвичей заберите этого котенка смотрите какой а юльку на знакомая подружка она берет себе жить вот таких вот котят которые совсем больные она взяли они сереже там с мужем всякие там кого-то глазика нет они прямо лечат берут котят вообще молодцы вон какой котенок смотрите королева пришла дайте пройти спасибо чё ты не дал пройти ты видишь что госпожа пришла ну так пролезла бы дайте пройти почему сказать извините пожалуйста можно пройти мы же не стоим там из-за ржей семечки не лузкой а сиди стоим смотрим этих как называется котят может я хочу котенка взять в общем купили банан купили там какой-то это кольцо или шар какой-то с какой-то с китайской сливой и мышки маленькие еще купил девочка говорит я выключу только камеру чтобы на кассу пути оплачивать она а вы чё и а вы чем видосики для ютубика снимаете я груну снимаю такая довольная видимо тоже снимать на вас просить у тебя тоже свой канал есть давай подпишемся друг на друга тебя шесть комментов с меня один я иду на троллейбусную остановку а может быть чуть-чуть пройдусь до в днк и там сяду на троллейбус доехать до метра за там кстати дешевые метры сейчас кого есть карта метра можете спокойно пойти там нутелла большая банка свод сколько говорил 300 рублей но около 200 там 50 или 260 такое большая банка не маленькая большая моя мечта купить квартиру вот в этом доме только не не сюда вход что был он во двор ну или на восток хотя бы ну нет потому что сегодня срякотно очень шумно в этом в москве и вот ощущение как будто бы ты это по ушам тебе ездят кстати кто смотрел сериал с наташей с наталья медведева из comedy woman шурочка снимали его именно вот здесь кафешки вот именно вот здесь на проспекте мира какой здесь рядом дом в общем вот базилик кафе базилик именно вот в нем снимали сейчас вам скажу адрес 14 торлебус а какой дом то номер проспект мира 120 где 14 зеленый красивый бежим мой блин по такой погоде как раз и бегать ой куда бежать читает комментарии лайки ставит вам расскажешь кому ты ставишь лайки а кому дизлайки я его не прошу кому-то ставишь если поставила рассказала что она работает в супермаркет и у нас магазине пожилая женщина даже кучу положено это что ковин ты смеялся очень сильно я его не прошу он сам свой канал своими свое мнение сейчас только люди будут спрашивать а какой ник у у паши какой ник это вы уже там сами выясните ничего не скажу по логистически как это сказать какой ник у юли какой ник у паши я как-то видео снимал помню зимой про вот этих медведей на кведуки у нас они уже сейчас конечно светится но я думаю что вы увидите длитель они какого черного цвета стали вот между этих фонариков это вот грязь на них которая села они все черные вот не надо как сюда прийти сейчас уже потемнело но в любом случае вы увидите что они все грязнущие уже конечно пора их уже убирать мой любимый акведук это яуза наша мелководная грязная с утками бедными ну скоро снег начнет таять я уже наполнится водой и будет кайфово тут метро кэшн кэри украсила свой вход желто-синими шарами кстати я хотел задать вопрос лучше а в чем прикол цветов мимоза можете мне сказать вот я их не понимаю они не пахнут они толком некрасивые ну понятно что это может быть первые цветы мимоза вот эти вот мне не нравятся они ну короче мне не нравится тюльпаны понятно ладно красивые праздничные цветы а мимоза не знаю вот эти кусты желтыми этими как пижма не знаю очень странно очень странные цветы для меня это как какой-то сорняк можете ошибаюсь конечно напишите 8 марта подарок ты не понимаешь что метро выставила все самое необходимое для женщин утюги пылесосы сковородки кастрюли сито все что нужно как раз вот пожалуйста покупайте мужчины нет чтобы на первый план поставить цветы так они поставили ну подарочный набор из за 1000 рублей пожалуйста можете взять с другой стороны ну тут уже мужчина как относится к женщине или он купит сковородку и он купит и цветы и конфеты тут уже палка двух концов и чем пасту нутелла не можем найти но вот конфеты рафаэлла можно купить на подарок тогда вот там идем кильку надо на 8 марта знаете что еще хочу сказать короче этом в одноклассниках не смотрят и выкладывают это видео одноклассники у меня там очень много присылают друзья и подписчики подарков вот эти всякие знаете такие картинки свистящиеся всякие там поздравления с первым днем весны с 20 февраля с новым годом у меня извините что я не отправляю вам в ответ потому что я не умею не знаю как это делать там класс деньги куда-то я не очень хочу и привязывать карту к этому другими способами там появляются какие-то бесплатные эти штуки я их нажимаешь типа отправить но там типа заново потом нужно будет снова в любом случае привязывать как-то карту поэтому уж не простите ради бога знаете что я вам очень благодарен и признателен за все эти подарки в общем пришли за nutella и вот она стоит 161 рубль одна банка но это не то же это 180 грамм всего а нам нужно вот она за 299 который стоит 437 и там нет ни одной банки мне кажется толком новый маркетинговый ход развод компании метро потому что такая же история была соком перед новым годом был сок я или g7 тоже была очень хорошая скидка очень практически в 50 процентов и сколько я не ходил неделю висел ценник точно так же продукта не было то есть они якобы на информации для что должны завести должны привести все просто быстро захватали причем я был чуть ли не в 1 2 день когда объявили эту акцию уже не было товара то есть за день получается расхватали весь сок ну это конечно же вред собачьи это просто развод просто что приходили брали другие банки на тело скажут что пришли вроде как давайте возьмем другую по сути дела в метро мы приехали именно специально за этой пасты чтобы блинчики приготовить хотя бы раз вот звоним по внутренней линии настойку информации но в бакалею но никто не берет трубку здесь стать вообще ни одного раба ни одних работников нет они как не понимаю как здесь люди у меня ходили друзья устраиваться метро не игра что здесь нужно работать в день и ночь в общем бакалеи например четыре человека работают и они день работают потом меняется смена идет в ночь смена там или как-то в общем никогда нет практически никаких работников метро это очень редко вот встретиться человек который вот она стоит но то это скорее всего откуда-то с управления с администрации еще что-то ни одного мерчендайзера никогда в метро не увидишь у меня всегда вопрос а кто здесь работает тогда все чай пьют кофе в отделах конечно есть типа вот в рыбном там может парень стоять а так фиг кого найдешь ну и в этом в алкоголе всегда какой-то человек стоит но это понял понимаю что это не работник метра как не рассказывали вот так и приедешь и получишь отворот поворот ну что вы мне хотите сказать что на такой огромный магазин пришла всего одна полка товара нутеллы вот как здесь по две баночки стоит конечно это стоит или где-то в палетах вот там наверху или как минимум это просто маркетинговый ход где этот работник вот этого бакалеет и который должен выставлять этот товар полный развод в общем нашли мы это там человека он нам поскриншотил и оказывается действительно ни одного полета магазин нет этой пасты будет поставка завтра но она говорит приходит какой-то мужчины ведрами все забирает у прямо звонит и говорит чтобы оставили вот я сейчас на стойку информацию подойду и скажу чтоб не оставили 10 банок а возьму одну потом одна белья уже конечно вообще я вот только мужчина бы заказывал отдельно мы себе но в твоей базе вот остальные люди там женщина будет материться представляете тоже сушу где нутелла девочка ревет бит хочу нутеллу а мама не сказала ни хрена не получишь нет ее потому что дяденька забрал ведрами палетами зарабатывает себе сахарный диабет мутовый лучше бы мясо дяденька ел они сладкая а девочка-то придумает он же наверно не себе это он перепродает я кому понятно понятно все везде вот видите девочка перевел хочет пасту опаски нет понимаете как ребенок хочет шоколадной пасты во всем винове тот дяденька который забрал все палеты все ведра это что раз справедливо скажите мне пожалуйста нет конечно вот приехали к дому на в днх и вам хотел еще вчера показать когда было в локли позавчера я ходил около вот этих солнц таких и своеобразных очень громкая женщина дочери объясняет что это солнце и вот такие штуки красивые сделаны тоже эти солнышки висят украсили как но слушайте мне кажется это красиво конечно но почему опять белые деревья если бы они были бы какие-нибудь уже такие салат веньки ими кажется или какие-нибудь еще то тогда бы это напоминало наверное зиму а так получается что это белая как снег и так зима не уходит еще и деревья все белые стоят но вас они почему-то желтые меня или как вот такое солнце и с той стороны точно так же и вот они вдалеке светится то что где я был записывал влог дня два назад красота приходите гулять на в днх кто в москве на этой неделе думаю до воскресенья все это будет так украшено вот афиша для 8 9 тут какие-то мероприятия на катке с 1 по 10 какие-то площади на площади промышленности блинный маркет кстати вот смотрите официальные партнеры простоквашина рост потребнодзор выявил что это самая плохая сметана у нее и продукции молочная поэтому поменьше берите продукции простоквашина буквально новость была наверное дня три или четыре назад в интернете простоквашина и брест-литовск по-моему так называются сыры ну точно простоквашина туда входит одна из самых плохих молочных продукции это сметана и творог у них обнаружено очень большое количество крахмала продукции который не указан в составе продукции спонсор масленицы вот у меня мечта была в том году поехать на таком вот вот такой автобус или машина еще их называют яхта на колесах ты со мной спорил и дети покажу вот тогда мне как а чего ты взял что-то яхта на колесах называется вот мы с ним спорим читайте ребята что написано яхта на колесах а ой блин в общем я такая была мечта идея фикс поехать на ней но она очень дорогая когда пашка говорил все сутки 2000 но одно модификации видимо да видите какая у нас важность что даже космос не видно это и народу мало китайцы видимости съехали путь по домам влажность высокая дочь какой-то изморозь и снег идет опять гидрометеоцентр сообщает ночью это получается очень дорого посетить 8000 от 8000 вместе в день сколько это нужно до этого слишком дорогу вид отдыха в единстве конечно там берешь за десятку в этой машине можно спать пятером там и учесть что там с тобой дети что если пятером где-то в гостинице сколько это будет номер стоить наверно может быть это и выгодно но нужно же думать что да что это заправка воды заправка бензина топлива и всего остального что это тоже деньги кондиционеры в общем хорошая идея но слишком дорогая нравится эта штука то нравится спасибо снова что показал такую штуку ну теперь на весь вечер занятия есть у кошки да наконец-то что это шарик что-то она этот нюхала нюхала и как-то с китайской сливой и не понюхала в общем безразлично может так покатают поиграет там потому что какой-то шарики изнутри может кому-то подарить все дома пришел что-то разболелся желудок ничего жить сегодня такого не ел ну ладно бывает тянет прямо не могу в общем на этом блог сегодня закончу немножко такой скомканный получился поэтому прошу прощения не забудьте написать под этим видео ваши вопросы завтра выйду в эфир испугал окошко меня выйду в прямой эфир и буду отвечать на ваши вопросы всем пока пока